Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Сегодня очередное видео на тему рынка, на тему падающего рынка, потому что рынок продолжает падать, и не важно, на чем он падает, коронавирус это или что-то еще, но он падает. Давайте посмотрим, посмотрите, что происходит с нефтью. Вот она упала, она упала до сих пор, потом, значит, начала подниматься. Почему начала подниматься? Неизвестно почему. Что там, ситуация с коронавирусом улучшилась? Да нет, вроде. Как-то люди немножечко отрезвляться начали. Может быть. Паника по-прежнему продолжается, и нефть вчера снова несколько упала, продолжила падение, но уже, посмотрите, объемы уже совсем не те. И давайте посмотрим на индекс S&P 500. Что с ним происходит? Он продолжает дальше расти или нет? Вот они все индексы, и мы видим, что индексы ведут себя примерно так же, как нефть. Вот они грохнулись, когда там... я не помню уже, что произошло. Вот индексы. И они подросли и снова начали падать. Но мы-то живем с вами в России, и в России у нас все происходит еще интересней. Рынок может падать не только синхронно с индексом американским S&P 500, но и чисто российские заморочки. Что произошло вот буквально этой ночью. Я с удивлением обнаружил, что американцы ввели новые санкции против одной из компаний, там железнодорожные перевозки, которые осуществляют пассажирские перевозки в Крым, и 8 должностных лиц в Крыму. Вот новые такие санкции, и как-то внезапно это все произошло. Что привело, естественно, к сильной коррекции, скажем так, на российском рынке. Вот мы сейчас видим эту самую коррекцию. Здесь наглядно видно. Ой, график 5-минутный. Сейчас я сделаю 4-часовой график. Вот точно так же индекс вел себя, как S&P 500. Ну, в общем-то, он и продолжает вести. Ну, вот вчера, вчера конкретно он вот так вот, вот так вот резко грохнулся. Это сегодня утром открылась так биржа. И, как я и говорил, что когда рынки падают, единственная возможность заработать, это что? Срочный рынок. А на срочном рынке можно сделать капитализацию или там, ну, буквально за один день заработать большие деньги, что, в общем-то, у меня вчера и произошло. Я решил пересмотреть свою опционную немножечко стратегию и подумал. Думаю, так, ну, Юра, я решил, что индекс сильным не будет расти. И поэтому вместо симметричной стратегии, где я продаю одновременно опционный PUT и COLL, я решил, что опционный PUT я продам чуть попозже. И, соответственно, закрыл все проданные опционный PUT и уехал в театр. Вот. Ну, а уже в театре, когда мы выходили вечером, я посмотрел, я там в хорошем плюсе думаю. Ну, и слава богу. Вот. Ну, какой плюс, вы видите. Сейчас это за один день у меня получилось. Вот. Сегодня к утру было плюс 11,28%. За один день. На счете, на срочном рынке, вы видите, у меня там, ну, сейчас это 150 тысяч рублей, было меньше, соответственно, на 15 тысяч рублей. 145 тысяч было. И вот так вырос счет. Когда рынок падает, когда все падает, надо идти на срочный рынок. Там нет комиссий за кредитное плечо, там нет комиссий за шорты. Поэтому срочный рынок – это единственная и лучшая возможность зарабатывать. И поэтому я как раз именно там и занимаюсь. А на срочном рынке самая интересная вещь – это опционные стратегии, потому что они позволяют ограничить убытки. И, ну, прибыль тоже на самом деле ограничена при этом, но она весьма и весьма неплохая. Ну, а можно сделать неограниченную прибыль, но тогда и это будет уже не так, как бы, более рискованно, как всюду. Вот. Ну, в частности, давайте посмотрим, вот что сейчас у меня на настоящий момент. Я уже все это, ну, переделал. Я уже продал опционный пут. Поэтому, посмотрите, сейчас у меня позиция асимметричная. У меня денег на этом счете, вот написано, деньги 114 тысяч, свободно 111 тысяч. Вариационная маржа 14 379 рублей. И ГО, что самое интересное, ГО – это 2755 рублей. Это для тех, кто понимает, это гарантийное обеспечение. То есть у меня заложено сейчас 2755 рублей, ну, а на счете, вот, соответственно, такие деньги. И прибыль текущая, ну, сейчас 14 179 рублей на этом счете, потому что пошел отскок. Ну, и, соответственно, что-то увеличивается, что-то уменьшается. Но я просто сижу и улыбаюсь, потому что, ну, отскок пошел, и он будет не такой значительный. Сейчас я вам покажу, как это выглядит на графике. На графике это выглядит примерно вот так. То есть пока у меня цена движется вот здесь, вот в области прямой, то у меня моя доходность на момент закрытия моей опционной стратегии будет фиксирована. Ну, до этого еще далеко. Это будет 20 февраля стратегия. Здесь стратегия по индексу РТС. По нефти у меня логичная, только там 25 февраля закрываются опционы. А до этого можно совершенно спокойно просто наблюдать и иногда корректировать данную позицию, чем я сейчас и занимаюсь. Ну, а что я могу сказать еще про опционы? То, что я вот в ближайшее время планирую наконец-то начать вот этот вот курс, он будет, ну, большей частью в записи. Я думаю, что будут и онлайн встречи, естественно. И сейчас буквально я буду заниматься тем, что открою предварительную запись на этот курс, и можно будет уже зарегистрироваться и получить уже, ну, первые записи, которые есть. Он еще не готов, он будет дополняться, я могу сразу сказать. Поэтому в процессе все происходит. Но при этом я сделаю существенную скидку за счет того, что он не готов. Ну, а на сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok